Второй гость – Павел Абашин, епископ Орловской области. Город Орел находится примерно в 350 километрах от Москвы. Рады вас видеть. Настоящая война объявлена церквам, у которых есть молитвенные дома. В мае 2018 года по решению суда был закрыт молитвенный дом Церкви Божьего Скресения, город Орла, где я являюсь пастором церкви. Наш молитвенный дом – это новое строение, готовое к эксплуатации. Но суд принял сторону прокуратуры. 26 ноября 2019 года суд принял решение о запрете на эксплуатацию храма Церкви Посольства Иисуса в Нижнем Новгороде, где пастором является Павел Рыбич. Для начала мне хотелось бы узнать, в этом обращении говорится, что здание Церкви было опечатано. Поясните, пожалуйста, что это значит? У нас ситуация аналогичная, примерно так же, как и в Калуге. Они немного раньше вступили в эту борьбу. У нас получилось немного позже. Но мы тоже уже с 2005 года находимся в судебном процессе. Мы судимся. С собрёным периодичностью у нас были выигрышные дела. Мы оформили нашу землю, оформили её под регионное назначение, оформили здание под молитвенный дом. Но в 2016 году вышел закон Яровой. И после этого закона, у меня такое впечатление, что спецслужбы просто активизировались, и как будто бы они получили возможность, и мы были развязаны руки для того, чтобы действовать против наших протестантских церквей. И я вижу, что на протестантскую церковь в России, не только на нашу, совершена просто атака. И, на мой взгляд, выбраны были определённые регионы, чтобы прощупать, а как это реагирует общество, а как это реагируют люди. И меня вызвали в ФСБ. Поговорили со мной, побеседовали. Предложили мне сотрудничество. На что я ответил, что я не обладаю никакой государственной тайной. Я не знаю вообще предмет нашего сотрудничества. На какой предмет мы можем вообще с вами сотрудничать. Но, по большому счёту, я им отказал в общении в таком дальнейшем. На что мне сказали, ну, теперь, Павел Сергеевич, мы с вами не смогли договориться, теперь ждите от нас проблемы. И проблемы пришли. Стали приходить разные комиссии. Были сделаны предписания, которые мы быстро выполнили. Там они были абсолютно незначительными. Ну, и в конечном итоге судом в мае месяце 2018 года наша церковь была опечатана. Я уверен, теперь зрители задались вопросом. Что же это за предложение от ФСБ? Почему они вышли на контакт и предложили сотрудничество? И что было бы, если бы вы согласились? Ну, на мой взгляд, вот эти молодые люди, которые подготовлены сегодня, чтобы работать с религиозными организациями, на мой взгляд, на их глазах одеты шоры. Они не понимают вообще, о чем их говорят. Они считают, что если я съездил однажды за границу, то меня завербовала ЦРУ. Да, очень важно знать об этом здесь, на Западе. С 2005 года продолжаются гонения. У вас были суды. А как это повлияло на деятельность церкви? 15 лет борьбы с чиновниками. Как же это отразилось на жизни общины? Ну, мы, в общем-то, активная достаточно церковь в городе Орле. И стараемся исполнять предназначение, которое нам дал Господь, свидетельствовать людям о Христе. И мы стараемся это делать. Но, тем не менее, на сегодняшний день это очень сложно. Это пожирает практически весь бюджет церкви. Это адвокаты, это съем новых помещений, где мы сегодня собираемся. Это по-прежнему нужно обслуживать то здание, которое стоит и не эксплуатируется. Его надо топить в зимний период и так далее. Это сложно. Это практически скушало весь бюджет церкви. Мы даже были вынуждены уволить весь наш состав, включая всех пасторов и меня в том числе. И снова вопрос, как реагируют СМИ в России? Поднимают ли эти вопросы в информационных программах? Беззаконие в отношении Орловской церкви? Нарушение свободы вероисповедания? Или игнорируют? Наоборот, старались где-то встать на сторону, больше на сторону властей и на сторону тех, кто сегодня, будем говорить, делает атаку на церкви. СМИ сегодня, на мой взгляд, полностью подконтрольны власти. Это мое мнение. Спасибо вам обоим, друзья, за эту информацию. Она помогает нам на Западе лучше понять, что переживают христиане России, как там вообще дела со свободой религии. А как вы прокомментируете, и тут я спрашиваю обоих, закон Яровой, который вступил в силу в 2017 году? Ну, я думаю, что это повлияло очень сильно на нашу церковь. Прямо в тот день, как был подписан президентом этот закон, вот, у нас был лагерь, этот лагерь молодежный пришли, и тут же его закрыли. Вот. Что мне хочется еще сказать? Я думаю, что он очень сильно повлиял также и на судебные процессы. Потому что мне кажется, что судебные процессы сегодня идут просто под диктовку, вот, судьям развязаны руки, и судьи не берут во внимание абсолютно никакие здравомыслящие законные аргументы. Они их не берут во внимание. Казалось бы, что, ну, вот, все доказано, нужно реально вынести правильный приговор или правильное, ну, да, решение суда. Но, тем не менее, вопреки всему, он выносится в угоду спецслужб, как я понимаю, и в угоду заказчиков. Потому что я знаю точно сегодня, что эти суды идут по заказу. И этот закон яровой, мне кажется, развязал руки для всех вот таких беззаконных вещей против нас, против сегодня протестантской церкви в том числе. Вы, как руководители церквей, чего ожидаете от христиан Финляндии? Каким образом они могут вам помочь? Мы хотим огласки. Мы хотим, чтобы это знали люди. Вот. Потому что все-таки я хочу, чтобы мои дети жили в свободной стране. Я прошел в своей жизни через репрессии. Я знаю, что это такое. Вот. Я знаю, что такое будет в подпольной церкви. Вот. И поэтому мне хотелось бы, чтобы в моей стране мои дети могли свободно исповедовать свою религию. Я бы хотел, чтобы финские верующие нас поддерживали. Где можно, рассказали. Да. Спасибо вам большое, что вы нас позвали. Спасибо большое, что нас выслушали. Для нас это очень ценно. Как для верующих в Россию. Вот что делает наша власть сегодня? Чтобы все было тихо, чтобы никто не знал. Поэтому мы здесь сегодня. Мы хотим рассказать, что не все так просто. Не все так плохо, но и не все так хорошо сегодня в России. Много разных процессов запущены. Много чего происходит. Но мы хотим, чтобы люди знали реальную ситуацию, реальную картину, что происходит в нашей стране, в том числе в отношении протестантов России. И мы знаем, как начиналась перестройка. Вот. Когда была встреча в Рикьяевике Горбачева и Рейгана, и они заключали договор там по сокращению ракет средней дальности, вот, то Рейган сказал в такой момент, что договор не может быть подписан, доколе не будут отпущены все узники совести и все политзаключенные в Советском Союзе. На что Горбачев сказал, у нас уже все выпущены. И ему был предоставлен список этих политзаключенных и список узников совести. Он позвонил в Советский Союз сразу министру внутренних дел и спросил, на самом деле ли это правда, что сидят эти люди в тюрьмах. Ему сказали, да, еще сидят. Он сказал, сегодня же отпустить этих людей. И вышли на свободу все наши братья, все узники совести. Вот. Там были и православные, там были даже и мусульмане. Ну, все, кто был осужден как политзаключенные и как узники совести, они все вышли. К сожалению, у нас сегодня в стране тоже есть узники совести. И сегодня эти люди сидят в нашей стране. Мне стыдно за свою страну. Мне стыдно. Я люблю свою страну, я патриот своей Родины, но мне стыдно за свою страну. Очень важно рассказывать о положении дел в западных СМИ, в частности здесь, в Финляндии. У нас работает свобода вероисповедания, но за нее нужно бороться. Спасибо, что посетили нашу программу. Со стороны РРТВ можете заручиться нашей поддержкой в защиту свободы религии в России.